всем привет меня зовут илюха это канал изучаем c++ вместе но перед тем как мы будем где-то ходить нам нужно то место где мы будем с вами коди это первый урок из огромного плейлиста в котором будем разбирать очень многие интересные задачи изучать основные аспекты и все в этом духе первый наш ролик будет про visual studio как ее скачать как ее установить и как создать свой первый проект в котором уже в следующем уроке мы с вами начнем что-то кодик вот так что устраивайтесь поудобнее готовьтесь установить свою первую идея она же среда разработки и невзначай нажмите лайк и подпишись на канал потому что будет интересно погнали переходим на официальный сайт microsoft а ссылочка будет в описании переходите сюда и здесь у нас есть три версии visual studio community 1 professional и enterprise нам достаточно комьюнити если у вас маг то можете скачать ну то есть вам придется скачать версию для мака я же планирую эти уроки рассматривать на платформе windows пока что пока мы не дойдем там до linux систем или еще чего-то так что для начала нам с вами потребуется именно это visual studio на сайте нажимаете скачать выбирайте комьюнити и начинается у нас с вами загрузка начинается загрузка здесь все просто нажимаете да согласны совсем согласны и нажимаете продолжить говорит что-то нужно ему установить пусть устанавливает это может занять какое-то время в зависимости от ваших характеристик пока так что не переживайте просто ждите и все будет ток далее здесь очень много страшного и вот этого вот нам с вами на начальном этапе нужно будет просто пока что нажать галочку разработка классических приложений на c++ нажимая эту галочку больше нам в принципе пока что ничего не нужно но знаете что потом если что-то вдруг понадобится всегда можно выбрать и что-то докачать еще самое важное здесь внизу расположение изменяйте расположение но если у вас там один диск то понятно у меня это диск f галочку сохранять кэш загрузки убирайте чтобы у вас потом место на диске c освобождалась и здесь выбираете если у вас хороший интернет то можно установка при скачивании если интернет слабенький сначала скачайте все установите я убираю вариант установка при скачивании и нажимаем установить где ждем какое-то время я там на монтаже это дело ускорю чтобы все это быстрее скачалось и установится так что ждем так мы подошли к концу мы с вами большие молодцы это наконец-то она почти установилась убрал галочку запуска после установки потому что сейчас вам покажу сразу же чтобы вы на будущее знали если вам нужно будет что-то докачать как это сделать вот так как с этим справились я считаю уже нужно поставить лайк обязательно подписаться на канал потому что ну вот надо бы да вот смотрите все установилась все замечательно теперь находите visual studio здесь есть такая вот так называемая visual studio installer она остается вы на нее потом нажимаете если нужно будет докачать что-то он сюда заходит и здесь нажимаете изменить изменить и он открывает нам вот это вот самое окно где мы выбирали что мы с качали да то есть мы вот выбрали разработка классических вам потом может быть вы там в геймдф пойдете разработка игр бла-бла-бла в общем также выбирайте и также установите но я думаю к тому времени как вам это понадобится вы уже во всем сами разберетесь но я просто показал чтобы показать поехали запускаем наш первый проект сейчас покажу как создать проект как сделать так чтобы этот проект был именно под проекты на си плюс плюс и все в этом духе вот visual studio если у вас есть microsoft ская учетная запись если нет здесь можно и пропустить у меня по моему есть это здравствуйте переход здравствуйте вот я это да я это сейчас он зайдет там что-то откуда-то подкачает если у вас нет просто либо зарегистрируйтесь либо можно помочь здесь без регистрации в microsoft а зайти и не париться я бы рекомендовал все равно зарегистрироваться потому что почему бы и нет как говорится все что связано с microsoft может быть быстро цитата великих людей ну быстрее ну пожалуйста кстати музыка играет из прикольного плейлиста музыка битовая если вам интересно ссылочку в описании оставлю на это радио она играет круглосуточно всегда мне по кайфу уходит под этому зло так что и все дальнейшие уроки скорее всего будут под него поэтому если кому интересно слушать свободное время ссылочка будет в описании на это радио кажется он меня обманывает поэтому я не могу так долго ждать поэтому попробую запустить его заходите visual studio открывается первое окно нажимаем на создание проекта на создание проекта здесь выбираете пустой проект начать с нуля используйте плюс плюс для windows здесь будут у вас шаблон если вдруг у вас их не будет здесь во всех языках выбираетесь и плюс плюс все платформы но мы на всяком во всяком случае на windows все типы проекта здесь можно ничего не выбирать пустой проект нам нужен пустой проект нажимаете далее далее выбираете местоположение где у вас будет все это находиться я предлагаю сразу же сделать грамотно сделать папочку под все проекты да то есть у меня это project и здесь вот всякие мои проекты я там все храню и поместить решение в проект по дом каталоге мне как-то удобнее вот первый урок назовем его первый урок и нажимаем создать создается и мы заходим вижу судя здесь всякие обновления то сюда все это на русском языке но пока что не буду вас травмировать и переходить на английский язык пока будем обучаться на русском языке вот здесь чтобы нам с вами создать тот файл в котором мы будем с вами ходить файлов ресурсов нажимаете добавить нажимаете создать элемент и здесь показать все шаблоны нажмите чтобы было поудобнее по понятнее вдруг у вас вот ли здесь либо компактная до либо шаблон не знаю мне привычнее нажать шаблон и видеть ним здесь выбираете файл c++ c++ и как-то его называете но лично я всегда называю так как называется проект то есть если мы первый создаем пока первый урок первый урок вот здесь мы с вами уже будем входить дальше все обо всем расскажу чтобы увеличивать давайте так чисто по-быстрому разберемся чтобы здесь увеличивать размер того что вы здесь будете печатать здесь вот вот здесь вот есть размеры да вот кстати сразу надо определиться вас не видно у меня там за монитор чекам но смотрите вот здесь вот внизу вот здесь вот внизу да есть размеры можно увеличивать на самом деле здесь тыкать не очень удобно для того чтобы быстрее это все скролить просто зажимаете control и колесико мыши увеличиваете или уменьшаете все это дело вот все остальное в принципе нам пока что не нужно все остальное мы рассмотрим в дальнейших уроках для этого урока я думаю в принципе предостаточно информации то есть мы установили мы скачали мы зашли и во втором уроке уже будем дискодить я буду уже рассказывать про какие-то другие кнопочки которые нам пригодятся с вами в изучении такого языка как си плюс плюс вот что вас ждет в дальнейшем чтобы перейти к тому перейти к моменту с попрошайничеством лайк лайков и подписок следующем уроке мы с вами напишем типичную программу которую пишут на всех языках программирования только немножко ее дополним это будет тот самый hello world но мы ее сделаем такое что вы сами сможете все это дело и соответственно находить вместе со мной сможете ввести это все с клавиатуры тот же самый hello world и будет небольшое домашнее задание вот так что пришло время по прошедчеству значит если ролик понравился все сделали все установили все было на счетчики бомбони ставим лайк обязательный подписываемся на канал потому что на канале у меня как видите совсем новый целый один подписчик это тот человек который заставил меня создать этот канал так что можете в комментариях написать что он молодец он все-таки заставил мне это сделать вот подписываемся на канал нажимаем на уведомление чтобы все приходило ролики будут выпускаться я думаю частенько потому что я сейчас сам занимаюсь всем вот этим вот и изучаю c++ прям так конкретненько вот поэтому подписывайтесь будет интересно также все ссылки на бустинга талерц все в описании если есть возможности желание поддержать материально все там соответственно все увидимся в следующем ролике меня зовут илюха это канал изучаем c++ вместе с вами всем пока увидимся в новом ролике иди сюда скромняка компьютерный трудяка сегодня я сломаю твой код